Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы начинаем курс лабораторных работ по дисциплине Теоретические основы электротехники для специальностей встроенной сферовой системы управления и автоматизации и управления. Лабораторный первый номер один. Элементы электрических цепей, измерение электрических величин. Тематика нашей лабораторной работы. И продолжаем. Значит, все лабораторные работы у нас будут проходить в пакете прикладных программ Electronics for Mench. Либо можно также проводить данные лабораторные работы в такой программе, как Multisim. Они одинаковые, только Multisim более новая версия. Скачать можно в интернете, а также в своем личном кабинете. Каждая лабораторная работа будет снижена целью работы и общими сведениями, которые необходимо будет прочитать перед началом нашей лабораторной работы. Цель нашей работы – это опытный путем проверить классические методы решения электрических цепей. Она у нас будет посвящена законам Киргофа. Значит, у нас имеется теоретический материал, который вы прочитаете самостоятельно. Здесь описывается, что такое законы Киргофа, сколько их, и есть, что их существует только два. Как они записываются, как строится потенциальная диаграмма. И далее приступаем к нашей лабораторной работе. Необходимое содержание работы будет следующим. То есть измерить ток на резисторах, измерить распределение потенциала вдоль какого-либо кунтура. И экспериментальным путем проверить первый и второй закон Киргофа. Также построить потенциальный заграмм. То есть какие необходимые увеличения установить, источник напряжения и сопротивления, они у нас вот принадлежены вот здесь. То есть напряжение у нас от 100 до 1000 Вольт, сопротивление от 50 до 500 Кун. Прошу Вашим обратить внимание, что здесь один измерения ОМО. Потому что по умолчанию электронный СМО-Бенч ставит КИМО-ОМО. Далее приведена электрическая схема, которую необходимо собрать. Вот у нас пробончики, провести в ней моделирование. И заполнить таблицу 1.1. В таблице 1.1 указывается два опыта. Прямой и косвенный. Прямой опыт это то, что мы увидим на приборах. Косвенный это то, что мы рассчитаем с вами на бумаге. А прямой и косвенный метод, они должны у нас совпасть. Все лабораторные работы делаются в программе Электронный СМО-Бенч. А также необходимо провести два опыта. То есть устанавливаем Е1 и Е2. С нашей сопротивлением вот эти две строчки будут одинаковые. Здесь вот эти две строчки тоже должны быть приблизительно одинаковые. Ну, здесь мы берем с приборов. То есть это интерметр, вольтметр. Косвенный мы рассчитываем на бумаги. Далее расписан у нас ход работы. И, соответственно, контрольные вопросы. Необходимо вам ответить на контрольные вопросы. Лабораторная работа. Также каждую лабораторную работу вы должны сделать вывод. В конце написать вывод, чему вы научились. Вот наши контрольные вопросы. На них необходимо будет вам дать ответы. Далее я перехожу в окно Электроник СМО-Бенч в программе. Пакет прикладных программ от Электроник СМО-Бенч. В данной лабораторной работе у меня уже собрана данная наша схема. Здесь у меня представлены три ветви на схеме. Три амперметра. Нам еще понадобится земля и вольтметр. Я начинаю моделировать. Я нажала пуск. Соответственно, происходит моделирование нашей схемы. Поставила значение 100 вольт и 150. Здесь Р1 у меня 100. Р2 с 200. Р3 с 300. И наши токи. В данном случае у меня ток получился со знаком минусом. Так и оставляем. Все зные токи у меня в миллиамперах. Если вы случайно возьмете с какой-нибудь сопротивлением в килоумах, то у вас получится какой-то ток в микроамперах. Это ничего страшного. Но проблема в том, что потом считать достаточно струнительно. Поэтому лучше всего оставить в бумах. Вот данная схема. И перед тем, как заполнить нашу таблицу 1-1, необходимо определиться, где будет протекать ток И1, где И2, где И3. Я определяю, что у меня вот это И1 здесь будет, то есть ИДС 1, И1. Здесь у меня будет ток И2, сопротивление И2. И здесь у меня будет ток И3. То есть ИДС 2, ток И3. Можно данную ДС назвать ИДС 3. Ничего страшного. Вам необходимо будет два раза провести моделирование и заполнить таблицу 1-1, которую приводила ранее. Далее у меня по заданию лабораторной работы стоит снять показания для построения потенциальной диаграммы. Узем А в данном случае я буду занулять. Вот я его занулила. После каждого элемента я буду ставить наши точки потенциала. То есть получается 1, 2, 3 и 4. 4 потенциала. То есть я из нуля вышла, обошла всю схему по часовой стрелке и вновь назад вернулась. Вот. И начинаем. Первый потенциал у меня, естественно, будет равен нулю, потому что я его занулила. Далее я потенциал точки 2. Включаем. У меня получается 100 В. Следующий потенциал точки 3. Вот. У меня такое значение получилось. Следующее. Потенциал точки 3. И далее. Потенциал точки 4. То есть он нуля. То есть я из нуля вышла и в ноль перешла. Это весь обход контур. Точки потенциала можно обозначать как буквами, так и цифрами. Как вам удобно. Таким образом. Вот так выглядит наш лабораторная работа в пакете прикладных программ Electronics More Bench. Для того, чтобы произвести второй опыт, который у нас идет под названием косвенный. В данном случае я провела прямой метод. Теперь мы переходим к косвеному методу. На бумаге мы перечерчиваем эту схему. Соответственно, далее расставляем условно положительные направления токов на каждом элементе цепи. И поступаем к расчету. Для того, чтобы произвести расчет, нужно составить управление по законам Киргофа. Одно будет по первому закону, потому что у меня здесь два узла. И два по второму, потому что у меня два контура. В данную систему равнений мы подставляем сопротивление и ЭДС. Находим из нее токи. Когда мы токи найдем, токи должны иметь где-то приблизительно такое же значение, что мы намерили на перемете. Допускается ошибка и больше 5%. Если где-то токи у нас не сходятся, необходимо будет вернуться назад. Возможно, не совсем точно сняты показания. Либо показания сняты точно, но где-то допущена у нас ошибка. Рассчитывать систему уравнений можно любым удобным для вас способом. Либо методом подстановки, либо методом крамора. Также необходимо. Далее построить будет потенциальный диаграмм. Потенциальный диаграмм можно построить в любом графическом редакторе. Будь там фуром, автокад, компас. Некоторые студенты даже строят фуром. За точку вам будет удобно. После этого, как у нас полностью готова мембиратурная работа, главный пункт будет ее оформить. То есть мы как стандартные титульные комиссии идут. Далее у нас идет цель работы, наши схемы, наши таблицы, расчеты. Если необходимо, графики у нас будут не во всех лабораторных работах, только в определенных. Мы приводим графики. В данном случае у нас будет построение потенциальной диаграммы. Далее необходимо сделать вывод. В выводе необходимо указать, почему конкретно вы научились в данном лабораторной работе. В данном лабораторной работе мы научились рассчитывать итоги по законам Киргофа и также их находить с помощью пакета прикладных программ электронных сборбенч. То есть научились мотивировать электрическую схему. Также у нас далее необходимо ответить на контрольные вопросы. Методические указания будут находиться у вас в личном кабинете в разделе ОМКДП. Далее лабораторная работа. И каждая лабораторная работа будет представлена в виде своего файла. В этом файле будет и теоретическая часть, и методические все указания, что необходимо сделать. Таблицы и так далее. Если по ходу будут возникать у вас вопросы, можете мне их задавать посредством универа, системы универ, либо через WhatsApp. Так как вам будет удобно. Готовую лабораторную работу присылайте мне через систему универа, подключить инстанционное обучение. Я ее проверяю. Если будут какие-то замечания, в виде меня вы получите, что конкретно меня не устроило, что необходимо будет исправить. Если же все верно, то в лицензии у вас будет ваша лабораторная работа зачтена. Вот такая лабораторная работа у нас, посвященная законам Киркоффа. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.